Храм преподобного Максима Исповедника на карте Нахабина появился сравнительно недавно, в 1996 году. Построен он был в память о местном жителе Максиме Кисличко, разведчике, погибшем в Чечне. Рядом с часовней, также в дань памяти невернувшимся с войны, установлен памятный знак солдатам и офицерам 218 батальона спецназа ВДВ. Неудивительно, что у церкви есть и второе название – храм воинской славы. Первым настоятельным этого храма был епископ Красногорский Савва, сейчас он архиепископ Дубасарский в Молдавии. На тот момент он был председателем синодального отдела по взаимоотношению с вооруженными силами, правоохранительными органами. 21 августа 1996 года храм осветил святейший патриарх Московский и всей Руси Алексей II. В храме один алтарь. Центральный престол посвящен преподобному Максиму Исповеднику. Этот святой был защитником православия еще во времена византийских императоров. Признавался во Христе две природы, но одна божественная воля. И против этого учения преподобный Максим Исповеднику поставал, потому что во Христе две природы божественные и человеческие, две воли божественные и человеческие. Он отстаивал это и пострадал. С момента основания храм был подворьем патриарха Московского и всея Руси, а в августе 2014 его передали в ведение Московской епархии. Был подзрявший по двору, а по уставу не может иметь общину. А сейчас это создается община, когда не только один священник занимается храмом, но и группа людей, собранных рядом, вокруг храма, община. Люди сами занимаются благоустройством храма, также проповедь евангельская совершается. То есть священник ближе к народу становится, и народ подтягивается к храму. Прихожан в этом храме немного. Возможно, это связано с тем, что он находится рядом с кладбищем, да и несколько отдален от жилых кварталов, говорит настоятель. Но есть те, кто приходят совершать молитвы именно сюда, еще с момента основания святыни. У меня с этим храмом так много связано, что я даже сама не ожидала, когда только сюда пришла. Ну, во-первых, я родилась в день Максима Исповедника, и мы с мужем поженились в день Максима Исповедника. И когда мы сюда приехали, первый храм, который открылся Максима Исповедника, для меня было, ну, просто чудо Божие. Я захожу, как в родной дом. Это мой родной дом, уже я с 98-го года здесь работаю. Вот. Я захожу, прям, мне все здесь радует. Иконы. Туда пойду, как будто за мной вот эти образы святые следят. Понимаете? Я вот так вот. Я очень трепетно отношусь тоже к этому храму. Я его просто люблю. И все. В торжественные дни в храме преподобного Максима Исповедника проходят праздничные службы. А в будни здесь тишина и покой. И всегда рады тем, кто пришел помолиться, поставить свечку и поклониться иконам святых. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ.